Кишиневский суд сектора Центра 16 мая отклонил иск Башкана Гагаузи Евгений Гуцул к президенту Майи Санду о защите чести и достоинства. Судья Наталья Руссу обосновала это решение тем, что в соответствии с Конституцией глава государства пользуется иммунитетом и не может быть привлечена к ответственности за свои заявления. При этом вердикт районного суда может быть обжалован в вышестоящей судебной инстанции столичной апелляционной палате. Башкан Евгений Гуцул пока никак не прокомментировала решение суда. Напомним, президент Молдовы Майя Санду на пресс-конференции в марте текущего года на вопрос, почему Евгения Гуцул до сих пор не включили в состав правительства, заявила, цитата, гражданину, который работает на преступную группу, а не на граждан Гагаузии, который делает заявление против своей страны, нечего искать в правительстве Молдовы, заявила тогда Санду. Башкан после этого сказала, что обратится в суд для защиты чести и достоинства. Она написала в своем телеграм-канале, что заявления Майи Санду оскорбляют всех гагаузов, как местных жителей избирателей автономии, так и ее конкурентов на выборах Башкана, состоявшихся в прошлом году. Напомню, что результаты выборов были признаны всеми законными органами Республики Молдова. Я была демократически избрана и утверждена в должности Башкана для защиты прав, интересов и полномочий жителей автономии. Только для них и для нашей родной Гагаузии я работаю за дня в день. Все мои действия совершенно законны. Наши юристы немедленно инициируют иск по защите чести и достоинства против гражданки Майи Санду за ложь и клевету, распространенный на пресс-конференции 18 марта 2024 года, написала Евгения Гуцул. Напомним, что в случае обвинений, выдвинутых оппозицией или экспертами в адрес членов ПДС или представителей госструктур, Санду призывала не делать выводов без доказательств. В частности, это происходило, когда Санду встала на защиту с пыну и заявила, что подождет результатов расследования обвинений. Главой прокуратуры Вероникой Драголин против члена комиссии по ветингу и приветингу Татьяны Радукану. В случае Гуцул и других оппозиционных политиков Санду, как и другие представители власти, много раз давали свои обвинительные оценки и им, и судьям, принимающим желаемых ими решений. Отметим, что инаугурация башкана Гагаузии Евгений Гуцул состоялась 19 июля 2023 года в Камрате. На церемонии не присутствовал ни один представитель центральных властей. Президент Майя Санду заявила, что было бы неправильным прийти на инаугурацию человека, которого поддерживает преступной группировкой, которая входит в партию, которая признана незаконной конституционным судом. Башкан расценила действия властей Кишинева как оскорбление гагаузского народа. Президент Майя Санду ранее неоднократно объясняла, что не подписывает указ об утверждении Евгений Гуцул в качестве члена правительства из-за того, что в отношении этого человека много подозрений. Башкан Гагаузии также несколько раз поднимала вопрос о ее включении в состав Кабинета министров. В конце февраля независимые депутаты парламента, ранее избранные по спискам партии ШОР, признанные неконституционные, обратились в Конституционный суд по поводу отказа президента утвердить Евгений Гуцул в состав правительства.